Идите и добивайтесь. Я? Итак, Жредис вёл на кубковой дороге две незнакомые команды. Можно ждать много неожиданностей. Команда построилась в центре поля, всё готово к началу матча. Звесток судьи. Игра началась. И сразу без разведки вперёд пошёл левый край нападения команды хозяев поля 11 номер. Это Иванов. Он проходит среднюю линию поля, идёт дальше, дальше, дальше. Смотрит, куда же послать мяч. Посылает направо. Длинная продольная передача. Но кому? Там же никого нет. Мяч уходит за свободный. Свободный удар. Мяч подает в спину полузащите команды хозяев поля. В голубой форме. Традиционная форма. Да, ситуация острая. Но такие ситуации часто возникают в процессе футбольных матчей. А мяч снова остаётся без адреса. Игра прибегается к центру площадки. Игроки обеих команд явно нервничают. Это вполне понятно. Но зачем же так грубо? Ну, вы знаете, друзья, это можно простить. Всё-таки матч серьёзный, нервы взвинчены. Вот футболисты помирились. Всё в порядке. Игра продолжается. Сейчас очень любопытная ситуация. Мяч проходит одного соперника, второго. Какая великолепная техника обработки мяча. Но всё-таки нужно бить. Удар. И мяч уходит намного выше ворот, туда, в трибуны. Болельщики неведомо возвращают мяч на поле. А темп матча явно возрастает. Игроки чат меньше возможности взять ворот противника. Но вот прорыв. Впереди только стопор команды хозяев поля. Центральный защитник. Надо бить. Удар. Штанга. Ещё удар. Гол.